Я говорю, опустарши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Все мы слышали о Брюсе Ли как о мастере боевых искусств, актёре, инструкторе, режиссёре, сценаристе, постановщике боевых сцен, философе. Да, об этом вы узнали из других роликов. А тут же вы услышите о нём с другой стороны. Например, что его на самом деле звали не Брюс Ли, а Ли Сяолун. Семья Брюса Ли считала, что на них было страшное проклятие. Когда умер их старший сын и мама Брюса забеременела снова, они молились о рождении девочки, чтобы проклятие не перешло на сына. Но мама родила мальчика в Сан-Франциско. Тогда отец был в другом городе на гастролях. Мама будущего актёра сильно испугалась и решила дать ему женское имя Ли Юн Фан. Даже проколола ему ушко и вставила серёжку. Так она хотела обмануть злых духов. Да и на экранах телевизоров Брюс Ли появился в свои три месяца в роли девочки-младенца. Кто говорит, что Брюсом пацана назвала медсестра, которая была рядом во время родов. Кто говорит, что это имя ему дала нянька. Крестили его под именем Ли Джан Фен, что означало возвращение. Мама верила, что сын всё-таки вернётся в город, где родился. Но когда он немного вырос, его назвали Ли Йен Кам, что означало никогда не сидящий на месте. Маленький Ли носился по городу, воровал яблоки сладков и не слушал родителей. Сорванец не хотел ломать голову над математикой и английским и постоянно дрался с уличными пацанами. В школе он был вечной проблемой. То, что мальчика частенько забирали на съёмки, тоже не способствовало хорошей учёбе. И в конце концов, Брюса Ли выгнали из школы. В 13 лет ему сильно досталось в драке со сверстниками. И тогда он почувствовал себя беззащитным. Вильям Ченг, близкий друг Ли, когда впервые увидел его в детстве, удивился, насколько он был бледным и худым. Он был как доходяга какой-то. Но у него были длиннющие руки. Когда он стоял прямо, кончики его пальцев доставали до колен. Вместо стандартной учёбы в школе, Брюс решил заняться танцами. Спустя 4 года упорных тренировок, он завоевал титул Короля Ча-Ча-Ча Гонконга. Вряд ли кто-то ожидал от него таких успехов, но никто ещё не знал, что он добивается своих поставленных целей. Брюс Ли умолял Вильяма Ченга взять его на занятия кунг-фу. Но перед этим ему нужно было уговорить родителей. Они с другом три раза ходили к ним, и в итоге родители согласились. Брюс был гиперактивным, в нём было много энергии. Он как магнит притягивал к себе одни неприятности. Добившись успеха в танцах, он решил, что пора брать новые вершины. Брюс пришёл к учителю кунг-фу и сказал, «Учитель, я знаю, что вы прекрасно владеете кунг-фу, а я лучше всех танцую Ча-Ча-Ча. Я хочу соединить эти два искусства и показать миру что-то новое». После того, как инструктор Ип Ман принял его, Брюс будто нашёл новую любовь. Он оставался на занятиях, пока не выключали свет. Приходилось даже выталкивать его. Брюс Ли приходил туда после школы в 4 вечера и оставался почти до 11 часов ночи. Он считал, что если во время тренировки его одежда пропотела насквозь, значит, день прошёл не зря. Бег на 5 километров, сотни отжиманий, бесконечные удары по мешку с песком, акробатика, контактные бои закалили тело и дух Брюса. Одновременно он стал членом уличной банды. Известно, что Ли звали телохранителем в одну из триад. Но кодекс чести, который он выучил во время боевых приёмов, не дал ему согласиться. И ещё у Брюса Ли было отличное чувство юмора. Он умел выпалить чё-то такое, вот прям, что падай не только от его удара по морде, а и от его шуток. Вильям Ченг рассказывает, «Он единственный человек, которого я знаю, кто готов был тренироваться кунг-фу 24 часа в день. Даже когда он просто со мной разговаривал, он всё равно делал какое-то упражнение. И посреди ночи он мог разбудить меня и сказать, Я тут, короче, подумал о защите для новой атаки. Вставай, я тебе сейчас покажу. Ну, это вообще пушка, вот смотри. И это было около 4 часов утра. Я спрашивал, «Ты уже поспал?» А он мне отвечает, «Нет, ты чё, я ж тут, блин, придумал новый приём. Да вставай, давай, пошли». Он был просто вот перфекционистом в сфере боя. Он не переходил к следующему упражнению, пока не доводил до совершенства предыдущее. Мы тренировали и тренировали и тренировали одно упражнение, пока я не говорил, «Фу, блин, Ли, мне уже надоело, я пойду выпью чаю». Два часа спустя он всё ещё делал то же упражнение. Однажды на танцах Брюс увидел, как к молодой китаянке пристаёт молодой американский моряк. Ли был один, американцев было много. Брюсу грозила тюрьма, и припуганная мать за один вечер собрала его в Америку, где он мог получить гражданство, потому что там родился. Он так ждал встречи с великой страной, в которой родился, а в Америке увидел, что всё, на что были способны китайцы, это прачечные и дешёвые ресторанчики. В один из них он и устроился к старой знакомой матери. И всё же посудомойка Брюс сильно отличался от своих соотечественников. Он мечтал об университете, и в свободное время много читал. Чисто любивый и вспыльчивый Ли частенько дрался с другими китайцами, которые работали в заведении. Поэтому хозяйка дала ему деньги на учёбу и уволила. В Сиэтле он всё же поступил в универ и давал платные уроки кунг-фу, а потом открыл собственную школу. А ещё он преподавал восточную философию для своих учеников. Здесь он и познакомился со своей будущей женой, как вспоминает Линда. Мы занимались кунг-фу возле школы. Он отразил мой удар, повалил на землю и пригласил в ресторан. Через три месяца они стали думать о браке. Родители Линды, узнав о женихе китайца, запаниковали. А когда они впервые увидели его на ужине, окончательно пришли в ступор. Ярко выраженный азиат был ужасно одет и собирался кормить будущую семью уроками какой-то китайской борьбы. Второй раз они увидели его, когда Брюс и Линда расписались. Я женился на вашей дочери, мы завтра уезжаем. И я все еще китаец. Сказал им взять. На следующий же день они уехали. Университет Ли так и не закончил. Его отчислили, типа, за неуспеваемости. А на самом деле из-за расовых предубеждений. Со временем Брюс Ли стал популярен как актер и как мастер боевых искусств по всему миру. Он заставлял растолстевших продюсеров бегать по семь километров, делать сальто и отжиматься от пола. Они уже, в свою очередь, гордились и рассказывали своим друзьям о необыкновенном маленьком китайце. Его имя стало известным и в Голливуде. В это время Линда родила ему сына Брэндона, который, кстати, умер во время съемок фильма «От пули». Ему было всего 28 лет. А в 1969 году родилась и дочь Шеннон, которая пошла по стопам отца. Она училась в его школе, изучая Джин Кун До. Ее тренером был самый лучший ученик Брюса. А еще она хорошо поет и снимается в кино. Сейчас дочери Брюса Ли уже 48 лет. В Лонг Бич прошло первое в Америке соревнование по кунг-фу. Брюс Ли дрался с Инно Санто, самым сильным соперником, обладателем черного пояса. После проигрыша Инно Санто записался в ученики Кли, что утвердило его авторитет по всему миру. Но руководители других школ боевых искусств были против Брюса и вызвали его на собрание с целью заставить перекратить уроки. Ли предложил решить эту проблему на месте поединка с любым соперником. Если проиграет, обещал исчезнуть навсегда. Но если выиграет, попросил преклонить перед ним колено. И вот началась драка. Ли, конечно же, победил. И когда Брюс уже после боя делал уважительный поклон, соперник подло ударил ногой Брюса в спину. Ли попал в больницу с переломанным позвоночником. Он не мог ни лежать, ни стоять. Врачи заковали его специальное кресло, в котором ему предстояло провести несколько месяцев. Жена приносила ему по нескольку книг каждый день. За день он всё перечитывал. Врачи говорили, что в лучшем случае у него получится еле-еле самостоятельно стоять на ногах. Однако, скорее всего, останется навсегда инвалидом в коляске. Но они на того нарвались. Парень перечитал тонны литературы и по собственной методике боролся за своё тело. И спустя время был готов вернуться к прежней жизни и выступлениям. В 1971 году Брюс Ли снимается в фильме «Большой босс» в главной роли. На съёмки ушло всего 100 тысяч долларов, а его прокат только в Гонконге принёс 3 миллиона. Следующим успехом стал кулак ярости. Было вложено 200 тысяч долларов, а собрано 10 миллионов. Таких показателей не удавалось достичь ни одному фильму за всё существование кинематографа. В итоге показ фильма был запрещён, потому что автомобильные пробки возле кинотеатров были просто невероятными. После возвращения «Дракона», в котором Брюс снимается вместе с Чаком Норрисом, студия Warner Bros. подписала с Ли контракт на съёмки фильма «Выход дракона» по его же сценарию и с ним же в главной роли. В фильм вложили целых 500 тысяч долларов, а удалось собрать 150 миллионов. У Брюса Ли был жёсткий график, а ещё он изводил себя разными упражнениями, доказывая, что возможности человеческого организма неисчерпаемы. В итоге – сердечный приступ. Врачи прописали ему кучу таблеток, он принимал их с жменями. Брюс стал раздражительным, часто ссорился со своей женой. После очередной ссоры с женой, Ли уехал в Гонг-Конг и начал работать над фильмом «Игра смерти». 20 июля Брюс Ли с другом приехали к актрисе Бетти Пэй, говорили, что она была любовницей Ли. Через какое-то время Брюс пожаловался на головную боль, и Бетти, дав ему таблетку, отвела его в спальню. Несколько часов спустя его пытались разбудить, но оказалось, что Брюс умер. Как говорят врачи, он умер от отёка мозга, который случился из-за повышенной чувствительности к элементам аспирина, что вызвало у него сильнейшую аллергию. По некоторым данным, в его организме были обнаружены следы марихуаны, но в это многие отказываются верить. В общем, есть множество оглашённых причин его смерти, потому что у Брюса Ли было немало завистников и недоброжелателей. Своей жене он не раз говорил, что его род проклят, и долго он не проживёт. Ли Сяо Лун был великим человеком. Согласитесь, повторить вещи, которые исполнял Брюс Ли в своих картинах, смогут не все. Пока, в принципе, никому и не удалось их повторить. Взять хотя бы его противостояние с толпой людей в одиночку. Он имел набор действительно уникальных способностей. К примеру, скорость, сила, сильный акцентрированный удар. Он был слишком быстрым для видеокамер, и операторы просили его выполнять удары немного помедленнее. Он мог отжиматься на двух пальцах одной руки и подтягиваться на мизинце, подбрасывая в воздух зёрна риса и ловить их китайскими палочками. Брюс Ли за свою жизнь снялся в 36 фильмах, и почти столько же после его смерти сняли документальных и художественных фильмов о самом актёре. На сцене он был бесстрашным героем, который преодолевал любые трудности на пути к справедливости суровым и безжалостным бойцом. В обычной жизни Брюс Ли был улыбчивым и обаятельным человеком, всей душой любящим свою семью. Таким он и останется в сердцах своих поклонников и близких людей. Великим бойцом, актёром и человеком с большой буквы Брюс Ли.